Привет, как дела? Сегодня по традиции я расскажу о мероприятиях, которые проходят в июле в Лондоне. К сожалению, июль и август это очень пустые месяцы для событий в Лондоне. Практически ничего не происходит, все уезжают в отпуска и мероприятий практически нет. Поэтому кое-какие мероприятия я буду добавлять из близлежащих городов, например, в Брайтоне есть одно мероприятие. Ну и рассказывать о том, какие еще бывают не только мероприятия, но и памятные даты, которые лондонцы вспоминают в летние месяцы. И как раз одной из таких дат является 1 июля. Это день рождения всеми любимой британской принцессы Дианы. В этот день к золотым воротам Кентингтонского дворца люди несут цветы, постеры, открытки с поздравлениями с днем рождения принцессы, которой уже нет в живых. Также принц Вильям и принц Гарри стараются тоже возложить какие-то цветы в день рождения своей мамы. Кроме того, фанаты королевской семьи постоянно находятся там, исполняют какие-то песни, ну и просто общаются с народом. В этот же день, 1 июля, точнее в приближенные к этому дню выходные, отмечается праздник День Канады. 1 июля – это общегосударственный выходной день, отмечающий годовщину подписаний акта 1 июля 1867 года о Британской Северной Америке, объединившего три провинции в единое государство Канада. Этот день празднуется на Трафальгарской площади рядом с посольством Канады, которая как раз там и находится. Это называется «Канада Хаус». Люди приходят с флажками, на щеках рисуют канадские листочки и веселятся, смотрят концерт, ну и просто как бы общаются друг с другом. То есть в этот день в основном на площади собираются канадцы, ну и все желающие, кто хочет повеселиться на праздники в честь Дня Канады. В первые выходные июля в Лондоне проходит прайд-парад. Что это такое? Это гей-парад, о котором, в принципе, не свойственно говорить в России. И я не буду на этом акцентировать свое внимание, просто есть такой праздник в Лондоне, который, в принципе, превращается в один сплошной маскарад, карнавал. Если хотите, мои русские друзья называют это шоу фриков. В принципе, он ничем не отличается от какого-либо карнавала, допустим, в Нотингхиле. Что происходит после парада на площади, я не знаю. Я только видела то, что происходит на самом параде, ничего там такого экстраординарного нет. Но я рассказывать о нем не буду, потому что могут почитать за пропаганду, поэтому едем дальше. 7 июля в Лондоне проходит день памяти погибших в лондонском теракте 2005 года. Напомню, в тот злосчастный день взорвали три станции метро и один автобус в лондонском сити. Погибло 56 людей. И в память о них в гайд-парке установлен такой вот мемориал из 56 столбов, где написаны имена каждого погибшего, на какой станции это несчастье произошло и дата, в какой день это произошло. Я была в Лондоне впервые в жизни именно в те дни. К счастью, не поехала рано утром никуда. Об этом я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. И не попала в этот теракт, поэтому спокойно отсидела тот день дома, дожидалась брата. И потом мы уже ездили в Ричмонд-парк просто погулять, так скажем, по городу, чтобы не сидеть дома. Там же я рассказываю о самом мероприятии, который проходит каждый год 7 июля в гайд-парке. Во второй уикенд июля в Брайтоне, в городе, который находится недалеко от Лондона, о котором я вам недавно рассказывала, проходит такое мероприятие под названием Mermaid Parade, парад русалок. Это такой марш протеста против загрязнения окружающей среды, против загрязнения пляжей и некий такой призыв убирать за собой весь мусор, который люди оставляют на британских пляжах, чтобы не засорять морское дно. Эта акция протеста проходит очень весело. Люди наряжаются в костюмы русалок, нептунов или рыбок и ходят по берегу моря, просто танцуют, поют и привлекают к себе внимание. Не буду рассказывать, какие нынче пляжи в Великобритании. Все мы видели фотографии, которые были сделаны недавно. Пожалуйста, берегите природу и убирайте хотя бы мусор, который вы сами же и производите. Кстати, про русалок я уже тоже рассказывала. Если кому интересно, смотрите вот в этом ролике. А пока продолжаем. И следующее мероприятие – чемпионат мира по теннису в Вимбелдоне. Этот чемпионат начинается в конце июня и заканчивается он во второй уикенд июля. Уже финальными играми, которые люди приходят посмотреть как на сам стадион в Вимбелдоне, так и есть некоторые места, где установлены экраны. И людям предлагают бесплатно там посидеть, провести время и посмотреть теннисный турнир. Одно из таких мест, где я уже побывала и смотрела как раз-таки Мюбелдонский финал – это Duke of York Square, который находится в районе Челси на станции Metro Sloan Square. Очень интересная такая огороженная специальная местность, прямо напротив Saatch Gallery. И туда по записи пускали на такие разноцветные подушечки садиться. Бесплатно, но надо было заранее зарегистрироваться вот на эту область. Где люди пьют шампанское, едят клубнику – это основной атрибут у Вимбелдонского турнира. Но можно вокруг этой области также присесть, прилечь, принести свой плед. И я вот так вот просто приносила с собой некий такой пикничок и ложилась на травку прямо перед самим экраном. И смотрела этот турнир, наслаждаясь прохладной дынькой, которую я принесла с собой, порезала предварительно. И во время турнира поедала ее. Вот такая у меня сложилась собственная традиция к чемпионату по теннису в Вимбелдоне. Ну а также я несколько раз была в Вимбелдоне, об этом я уже тоже рассказывала. Ищите ролики на моем канале, если вам интересна эта тема. Кроме того, в один из выходных июля пару раз в Лондоне, в Баттерси парке, проходило такое мероприятие, как Формула И, то есть Эко, Формула Эко. Где такие же болиды, как в Формуле 1, гоняются по трассе и борются за призовые места. Да, лондонский этап был финальным, и мне удалось побывать в 2014 и 2015 году, по-моему, на самой трассе и в пресс-центре в качестве репортера. Об этом я буду рассказывать позже. Очень интересный был опыт, так как я люблю Формулу 1, для меня это был тоже такой некий праздник жизни. К сожалению, с 2016 года лондонский этап отменился, не помню в связи с какой причиной, но как бы хотели, по-моему, трассу сделать по самому городу, чтобы показать и Биг Бэн, и Букенгемский дворец. И вроде бы как в этом году должна была пройти Формула И как раз-таки по трассе Центрального Лондона. Но в связи с пандемией коронавируса абсолютно все мероприятия отменились. Будем надеяться, что в следующем году это всё совершится. Всё, что я рассказываю сегодня, вам пригодится, к сожалению, только в следующем году. Но вот такие ролики под названием ТОП-10, они будут полезны пожизненно, потому что мероприятия практически не меняются. Вот всё, что происходит в Лондоне в тот или иной месяц, про который я рассказываю, так оно и проходит. Каждый год практически ничего не меняется, за некоторым исключением. И вот следующее мероприятие – это день взятия Бастилии. Дата относится к 14 июля, в день, в который была взята Бастилия. А в Лондоне он отмечается в ближайшей к этой дате выходной и считается днём Франции. Проходит он на Боро-маркете, который находится недалеко от Лондонского моста. И там есть такая кафешка с зонтиками, тоже буду, может быть, скоро рассказывать о ней или когда поеду, покажу. Вот рядом с ней там есть такой небольшой закуточек, но это считается ещё Боро-маркет. И вот там проходит некий такой негласный праздник. Туда приходят люди, поют французские песни, играют на каких-то французских гармошках. В общем, чувствуется дух Франции. То есть, если кто-то интересуется Францией или француз, живущий в Англии, все там собираются и просто тусуются вместе, общаются, кушают какую-то французскую еду и развлекаются как могут. Первый или во второй уикенд в Лондоне проходит шоссейная многодневная велогонка Tour de France. Точнее, один из её этапов. Tour de France – это самая престижная велосипедная гонка мира, которая проходит во Франции уже более 100 лет. Иногда она проходит по всему миру, иногда только по Франции. На лондонском этапе я была только один раз, по-моему, в 2014 году или в 2015. Ну, ничего особенного я там не увидела. Море велосипедистов. Естественно, все фотографы фотографируют только первую десятку, кто там идёт впереди и пытаются снять. Очень быстро все велосипедисты пролетают. То есть, туда можно просто прийти, поддержать гонщиков, покричать там что-то. Но если ты не увлекаешься велоспортом, если ты не знаешь велосипедистов Tour de France, то, в принципе, делать там нечего. Так, просто потусоваться. Мне кажется, эта велогонка будет интересна только профессионалам. Ну, не знаю, могу ошибаться. И в конце июля в выставочном центре Кенсингтон Олимпия проходит уже известная вам выставка британской моды Pure London, куда производители тканей, одежды и всяких аксессуаров привозят свои новинки. И эти производители представляют и рассказывают о своей новой продукции как простому обывателю, так и дистрибьюторам, которые покупают и продают их одежду. Кроме того, на этой выставке проходят модные показы и различные семинары, один из которых я люблю посещать, где рассказывают о моде будущего на следующий сезон. О том, что будет модно этим летом, я уже рассказывала. К сожалению, летом этого года выставка уже отменилась, и Pure London вновь откроет свои двери, тьфу-тьфу-тьфу, если все будет хорошо, в феврале 2021 года. Поэтому, что нас будет ожидать? Летом, осенью и зимой следующего года расскажут на выставке в будущем феврале. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова